Всем привет, меня зовут Александр Голанцев, я занимаюсь табло в компании BioConsult. Сегодня я вам расскажу о табло-сервере, что это такое, зачем оно нужно и как мы можем его установить. Что же такое табло-сервер? Табло-сервер это мультиплатформенное решение, которое позволяет создавать, обмениваться, редактировать, оставлять комментарии, подписываться, создавать алерты. При обмене дашбордами, информациями, источниками данных и еще много чем. В целом, если смотреть на уровень компании, то табло-сервер может быть внедрен в целом для всех подразделений, для всех компаний, которые есть в составе. Более того, он может быть подключен даже к контрагентам. Все это позволяет создать единую платформу, с которой сотрудники смогут брать необходимые источники данных. Все это приводит к тому, что становится очень удобно пользоваться. Всегда есть готовая аналитика и очень свежая информация о каких-то продажах или, может быть, любая другая. Вот что и себе представляет табло-сервер. По большому счету, он состоит лишь из одного веб-приложения и пользователь на своей стороне видит просто веб-страницу. Для того, чтобы иметь доступ к табло-серверу, прежде всего, его необходимо установить. Как правило, эту задачу решает администратор, либо человек, который хорошо знаком с IT. Но на самом деле установить табло-сервер может и обычный пользователь, просто без глубокой конфигурационной настройки. Установка табло-сервера занимает всего лишь пять шагов. Первый – это скачивание установочного пакета, затем его запуск, активация, инициализация и глубокая настройка конфигурации. Хотя этот этап не обязателен, если в целом в компании все довольно понятно и прозрачно с IT-инфраструктурой. Поэтому давайте пройдемся по каждому из этапов и вообще посмотрим, что из себя представляет установка табло-сервера. Но прежде чем устанавливать табло-сервер, необходимо узнать, какие требования для ее установки. Для однонодовой инсталляции вам потребуются следующие минимальные параметры для продуктива. Это 64-разрядный процессор. Процессор также должен быть восьмиядерным. Причем каждое ядро должно иметь как минимум минимальную частоту в 2 ГГц, минимально 32 ГБ оперативной памяти и 50 ГБ свободного жесткого диска. Стоит отметить, что все ядра должны быть физическими, а не виртуальными. При запуске инсталлятора дается выбор. Установить новую инсталляцию или добавить еще один нот к существующему кластеру. В нашем случае, конечно, первый вариант. Затем мы все принимаем. Нажимаем кнопочку Install. После некоторого времени выдается доступ к Tableau Service Manager. Tableau Service Manager – это утилита в самом Tableau Server, в которой есть доступ через командную строку и которая на самом деле отвечает в целом за весь Tableau Server, то есть на уровне железа. Необходимо зайти в Tableau Service Manager. Это может сделать только локальный администратор конкретного сервера. То есть если вы зашли на сервер под своей учеткой, и при этом вы являетесь админом, или хотя бы локальным админом, то у вас есть доступ в Tableau Service Manager. И это может сделать любой пользователь, который является админом на данной машине. После этого вы вводите ключ, который начинается с английских букв T и S, и всего их 20. Либо вы можете выбрать trial. После этого самый главный этап – это Identity Store. это то, где будут храниться все пользователи Tableau Server. Они могут быть как локальными, когда вы сами создадите всех пользователей, так и Active Directory, то есть сохранить всех виндусовских пользователей. Я имею в виду, если вы заходите под компьютер, в компьютер с какими-то своими виндусовскими правами, логином и паролем, то под теми же правами вы сможете зайти в Tableau Server. Если Identity Store нужен какому-то другой, какому-нибудь LDAP, то его нужно устраивать только через TSM, через командную строку. Дальше нужно выбрать Run a Service Account. Например, при подключении к SQL-базе Tableau будет включаться именно под этим аккаунтом. Ну, его на самом деле можно поменять. После установки нельзя поменять только Identity Store. Здесь порт Gateway, включение сэмплов и отправка данных. Запускаете инициализацию, и у вас все. На этом в целом все по установке Tableau Server. Давайте перейдем к реальным экземплярам. Заходим в машину. То есть я уже зашел под своим логином и паролем. Она, например, называется у меня Tableau Test. Скачивал я его с официального Tableau сайта. То есть заходим сюда, выбираем версию, и выбираем вот этот установщик, 1700 Мб. Он скачивается примерно за 10 минут. И после этого можем его запустить. Я выбрал версию 3.4 По той причине, что я считаю, она сейчас наиболее стабильна, хотя уже вышла четвертая версия, 2020.4. Но, тем не менее, насколько я слышал, немного проблем, и поэтому пока не стоит ее использовать для установки, в особенности, если вы делаете это первый раз. Что ж, теперь можно приступить к установке. Все делается довольно просто. Мы заходим в папку, куда скачался установщик, и запускаем его от имени администратора. И сейчас я вам раздемонстрирую весь процесс, и вы увидите все те же шаги, что я сделал до этого. Предлагает выбрать. Вот, мы пишем, что мы соглашаемся с условиями, затем выбираем папку установки. Ее можно поменять, но крайне не советую, если вы точно не знаете, что делаете. У нас новая табло-инсталляция, здесь больше ничего нет на этом компьютере. Дальше табло-сервер говорит, что необходимо увеличить мощность, количество процессоров и оперативную память. Но, тем не менее, конкретно вот эта машина у нас используется чисто для установки табло-сервера и демонстрации конкретного видео. Поэтому здесь минимальные параметры. Но, тем не менее, для продуктива нужно по меньшей мере 8,32, иначе у вас будет все очень плохо работать. Дальше запускается этот процесс. Он будет очень быстрый довольно. После установки табло-серверс-менеджер выдается такое поле. Как видите, здесь название сервера, табло-тест и порт 8850. Это классический порт табло-серверс-менеджер. И теперь мы можем зайти. Давайте я зайду под своим логином и паролем. Вот, мы заходим. И сейчас будет информация о статусе табло-сервера. Ошибся. Будет информация для регистрации табло-сервера. Статус будет после того, как мы установим его. Здесь необходимо ввести ключ, который, как я и сказал, начинается с ТС. Но я его сейчас не собираюсь вводить. Я буду использовать реальную версию. Для реальной версии мне необходимо будет заполнить несколько полей о том, кто регистрирует табло-сервер. Вот, вот эти поля. Давайте я введу все необходимое. Там, плюс 711. И введу что-нибудь такое. Это не настоящий номер, естественно, тем не менее. BI-Consult. Industry у нас. Software Technology. Department IT. Job role analyst. Вот, City. Saint Petersburg. 99, 174. Region. Россия. Russia. И можно зарегистрироваться. Ой, все знаем. Забыл. Вот. Я зарегистрировался. Здесь, конечно, нужно вводить все настоящие данные. Но я уже вводил, и потом буду удалять этот сервер. Поэтому телефон не настоящий. И вот ошибка в вводе компании была. Давайте возьмем Active Directory. Я вам продемонстрирую, как это работает. User Account сейчас не будем менять. Его, может, будет менять попозже. И плюс Sample Workbooks будет. Давайте инициализируем. И вот теперь начнется инициализация. Она займет где-то 20-30 минут. Все 35 шагов должны быть, естественно, пройдены. Дождавшись установки таблосервера, мы приходим к тому, что инициализация закончена. И нам предлагается сделать аккаунт администратора сервера. Давайте это и сделаем. Мы заходим в таблосервер. Вы можете видеть, что в отличие от TSM, таблосерверсменеджера, как здесь, у нас немножко по-другому все выглядит. У нас не указан порт. Он по умолчанию 80. Здесь я должен ввести значение логина и пароль в зависимости от Identity Store, как вы помните, который мы не можем менять после инициализации. Для локального мы вводим любые логины и пароль, которые нас благорассудятся. Также для Identity Store, который в Active Directory, вводим только Windows аккаунт одного использователя. И он станет сервер-администрейтором. То есть в данном случае это я. Давайте я введу. Это те же самые логины и пароль, которые я использую при входе Windows. Сейчас он должен добавить. И, как видите, мы на классическом варианте таблосервера. То есть у нас есть здесь все необходимые значения. И все, что там необходимо. Естественно, он пустой. Единственное, что есть на этом таблосервере, это таблосэмплс. Вот примерно все так и выглядит. Всем спасибо за внимание. Это все относительно установки таблосервера.